Старая Зарика, снесённый дом, а на руинах остался этот пёс. Дикуша провёл здесь последние четыре года, и он до сих пор верит, что за ним вернутся его хозяева. Только они делать это не планируют. Хозяева отметили новоселье несколько недель назад. В новой жизни не нашлось места преданному псу. На многочисленные уговоры зоозащитников забрать питомца – в ответ только отговорки. Что соседи скажут, например? У нас вот там мы не можем, как в квартире он будет жить, мы там не представляем, нам некогда гулять. И так далее. Ну, то есть люди просто не хотят нести ответственность за своё животное. Говорят о том, что это не наша вообще собака. Я прихожу, и он просто сидит, смотрит на эти развалины и скулит. Волонтёры взяли шефство над одиноким псом. Они приходят его покормить и обогреть. Люди боятся, что пушистый добряк станет жертвой человеческой жестокости. Соседи не понимают, как можно было бросить животное. Некоторые заводят для себя друга, а некоторые заводят охранника. И для тех, кого охранник, он остаётся охранять пустое место, к сожалению. А мы не собираемся оставлять своих друзей, потому что ни кошки, ни собаки, они такие же члены семьи. В соответствии с законодательством возможен единственный вариант отказа от животного. Об этом нам диктует 498-й федеральный закон, в котором говорится, что в случае отказа от собственности на животное и в случае невозможности его дальнейшего содержания, владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют, которые могут обеспечить дальнейшее его содержание. Других вариантов нет. За халатное отношение к животному предусмотрена административная ответственность и штрафы от полутора до 30 тысяч рублей. Но, к сожалению, правоприменительная практика не работает. После переезда хозяев десятки кошек и собак остаются на улице. Сейчас волонтёры ищут новый дом для дикуши и остальных питомцев, которые учатся выживать после человеческого предательства. Мария Ремезова, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.